Есть, безусловно, что-то вечное и величественное в размеренном ходе старинных часов, а их завораживающий голос уносит воображение в, казалось бы, далекое и такое близкое наше прошлое. Быть может, время это с его историческими коллизиями и судьбами людей, оставивших в наследство свои раздумья и надежды, страдания и убеждения, призвано помочь ныне живущим понять время сегодняшнее, а, возможно, и приоткрыть завесу будущего. Оказавшись в стенах научной библиотеки Томского государственного университета и попав в его святая святых, где хранятся уникальные книжные сокровища, вы как нигде ощущаете взволнованное дыхание прошлых эпох. Мы задерживаем ваше внимание на одном из частных книжных собраний XIX века, принадлежащие человеку, жизнь и биография которого для очень многих остаются неведомыми. А между тем, это, без сомнения, выстраданная судьба русского интеллигента Александра Васильевича Никитенко. Было бы, наверное, промечиво говорить, что сегодня имя Александра Васильевича Никитенко на слуху у всех. Причины нашего обращения к его жизни, судьбе, наследию, они такие двоякие. Одна, так сказать, местная, Томская воля и судеб, его книжное собрание оказалась в научной библиотеке Томского университета. И сегодня сотрудники этого отдела во главе с Галиной Осиной Колосовой сделали все возможное и невозможное, чтобы подарить нам его. Они его выделили из общего фонда библиотеки, они сделали его описание, сейчас готовят научное библиографическое описание, они постоянно выступают с докладами о книгах его библиотеки. Наконец, в этой библиотеке необыкновенное количество автографов великих русских людей. Одним словом, Никитенко – это часть томской культуры. А вторая причина, но она более глобальная. Мы сегодня, ну как никогда, много думаем о судьбе нашей страны, о последствиях реформ, которые мы проводим, особенно в области образования, и, наконец, о судьбах русской интеллигенции. Это вечный вопрос, собственно, нашей жизни. Так вот, Александр Васильевич Никитенко в этом отношении эта фигура репрезентативная, потому что в нем, в его жизни, в его размышлениях отразилась трагедия русской интеллигенции. Известный, замечательный историк Сигурд Оттович Шмидт сказал, что интеллигенция – это благородное сословие. Лучше не скажешь. А Дмитрий Сергеевич Лихачев, говоря об интеллигенции, сказал, что это люди совести. Это люди, которые не дают заснуть обществу. Это люди, томимые духовной жаждой. И тут уже ничего больше не добавишь. Александр Васильевич Никитенко был именно таким человеком. Одессея русского интеллигента. Вот так можно было бы определить всю историю его жизни. Выходец из крепостных. Он получил вольную, когда ему уже было 20 лет. И у истоков его вольности стояли первые наши революционеры, как их называли. И прежде всего государственный преступник, казненный позднее Кондратий Рылеев. Казалось бы, Никитенко должен был забыть. После 1925 года вообще упоминать даже Рылеева. А он в своих последующих мемуарах сказал, что это самая притягательная, самая обаятельная личность, какую я только знал. С Александром Васильевичем Никитенко были не только знакомы, но и дружны. И Александр Сергеевич Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Гончаров, и Тургенев, и Чернышевский, и Тютчев, и Некрасов. Ну, о том перечисление имен заняло бы всю нашу передачу. Но принципиально важно, что он всегда находился в центре, в центре духовных исканий общества. И главная его идея, главная мысль – это гуманитаризация русского общества. Это внедрение в русское сознание идеи литературы и искусства. Литература и искусство, как он позднее скажет, это два крыла, на которых держится наша духовная жизнь. Вот этот момент распространения души, ее возвышение, для него связан был прежде всего с изящной словесностью. И хотя у него было юридическое образование, он всю свою жизнь посвятил именно изящной словесности. Он внедрял ее в русское сознание. Он говорил, что кафедру надо превратить в трибуну. В 1940 году он пишет проект о публичных лекциях для населения. Он работает в аудитерской школе, в женских институтах, в кавалергарской школе, в юридической школе. Он считает, что экономисты и юристы, как источники, вот власти, они должны обрести вот эти крылья – литературы и искусства. И когда в Петербургском университете на юридическом факультете убирали преподавание литературы, он сказал, что это нельзя. Юрист не должен быть только профессионалом. Он должен быть человеком. Вот это воспитание человеческого в человеке, думается, это самое главное было для Никитинка. Перед нами портрет Александра Васильевича Никитинка. Работы замечательного русского художника Ивана Николаевича Крамского. Крамской знал, кого рисовать. И поэтому этот портрет дает нам визуальный облик Никитинка. Этот портрет написан уже был в конце жизни, поэтому и потухающая сигара, и несколько усталый вид свидетельствует о том, что прожита большая жизнь. И в то же время высоко поднятая голова, удивительное чувство собственного достоинства и поразительный вот этот красный фон, на котором нарисован портрет. Эта обивка, ну, кажется, прямо не случайно, а символический. Не то это пламень времени, который опалила Никитинка. Не то это горение самой души, вот, а жажда жизни, которую он пронес через всю жизнь. Смотришь и понимаешь. Вот таким и должен быть, наверное, русский интеллигент. Я не знал, что вы заключаете в себе такую любящую, глубоко чувствующую душу. Это открытие было праздником души моей. Из письма Николая Васильевича Коголя. Особая страница в творческой биографии Никитинка, в его судьбе – цензорская деятельность. Поразительно, что цензором Никитинка был назначен уже в 29 лет. И, конечно, то, что его цензорская деятельность продолжалась так долго, это знак уважения к нему. Никитинка был необыкновенный цензор, поразительный цензор, удивительный цензор. Он любил литературу больше, чем свою цензорскую деятельность. Поэтому уже в 20 лет ему поручили написать замечания на цензурный устав. Это тоже уважение. А когда его в 1948 году Некрасов и Панаев попросили быть редактором нового современника и одновременно цензором, и когда его приглашали в энциклопедический лексикон Плюшара быть тоже и редактором, и цензором, и издателем, это свидетельствует того, что его уважали как цензором. Можно много говорить об отношениях русской литературы и цензора Никитинка. И как бы ни складывались эти отношения с Пушкиным, с Гончаровым, Тургеневым, всегда было уважение. Но, пожалуй, особая страница вот в этой судьбе Никитинка-цензора – это его отношения с Гоголем. И сохранились ударственные надписи Гоголя как знак уважения. Но, пожалуй, все-таки особая история связана с мертвыми душами. В конце 1841 года Николай Васильевич Гоголь приезжает с первым томом «Мертвых душ» из Италии, чтобы получить цензурное разрешение. И он сразу же обращается в Московский цензурный комитет и сразу же получает отказ. Не принимают, не понимают поэму. Название кажется кощунственным. Как же мертвые души, душа бессмертна. И тогда Гоголь знает, что надо. Надо спасать мертвые души, и он вместе с Белинским переправляет в Петербург свой первый том. И здесь, к счастью Гоголя, к нашему счастью, к счастью всей нашей культуры, оказался Александр Васильевич Никитенко. Не случайно Юрий Владимирович Манн, один из лучших исследователей Гоголя, сказал, это решение, вот цензурное разрешение на издание «Мертвых душ», подписанное Никитенко, оно оказалось историческим. Оно принесло неоценимую услугу и Гоголю, и русской литературе. И это решение потребовало от Никитенко мужества, потому что в это время ужесточается, усиливается цензурный террор. Никитенко, ну, почти мгновенно подписывает к печати «Мертвые души». И 1 апреля 42-го года он пишет Гоголю. Сочинение, как это вы видите, прошло цензуру благополучно. Я считал светотатственным посягательством на нашу бедную литературу, если бы я оставил царапины на «Мертвых душах». И дальше, продолжая свое размышление о «Мертвых душах», он пишет, какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни, какая прелесть неподдельного, нам от ним свойственного комизма, и что за юмор, божье и русское создание, и что это будет, когда вы все это кончите, если это исполнится так, как я понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России 19-го века. Рад успехам истины и мысли человеческой. Рад нашей славе. Это письмо от 1 апреля 42-го года, а 9 апреля 42-го года подписано цензурное разрешение. И, казалось бы, все замечательно. Но, к сожалению, повесть о капитане Копейкине, которой Гоголь придавал особое значение, он считал, что это же мчужина «Мертвых душ», она никак не могла пройти через цензуру. И тогда Гоголь пытается изо всех сил приспособить, приспособить эту повесть к цензуре. Он меняет, как говорит сам, генералитет. Место генералов и министров, которые встали на пути бедного инвалида отечественной войны 12-го года, оказывается просто вельможа, и все кончается хорошо, и Копейкину помогают, и он не становится разбойником. То есть Гоголь пытался смягчить, но все-таки оставить суть. И думается все-таки во многом благодаря Никитенко повесть о капитане Копейкине вошла в «Мертвые души» и стала ее частью. Это замечательная история с «Мертвыми душами». Еще раз показывает, когда же в этом кресле цензурском можно оставаться человеком, каким всегда был Никитенко. И поразительно, что Гоголь пишет Никитенко, пишу к вам, милый и добрый Александр Васильевич, вследствие искреннего душевного побуждения, я, видите, я вас называю милый и добрый Александр Васильевич, да мы должны быть просты, вы сами должны почувствовать, что связи наши стали теплее, скажу вам откровенно. Странное замедление выхода «Мертвых душ» при всех неприятностях принесло мне много прекрасного, между прочим, оно доставило мне вас. Да я до то ли считал вас только заумного человека. Но я не знал, что вы заключаете в себя такую любящую, глубоко чувствующую душу. Это открытие было праздником души моей. Поразительно, что это пишет писатель цензору. Это, наверное, просто уникально в истории культуры. Из чего складывается образ, портрет исторической личности? Уходит время, и от человека остаются какие-то визуальные образы, портреты, фотографии. Остаются биографические сведения, какие-то документальные представления о его карьере. Но это достояние времени. Конечно, творческая личность оставляет свои произведения. Стихи, музыку, живопись. И, конечно, это дает представление о масштабе личности, о месте ее в культуре. Но есть еще один очень важный момент жизни человека. Его внутренняя жизнь. И вот человеческие документы, письма, дневники, которые далеко не всегда сохраняются, они нам открывают потаенное. Потаенное в этом человеке, его задушевные мысли – это действительно плод ума холодных наблюдений и сердца горестных заметок. И в этом смысле Александру Васильевичу Никитенко и нам повезло. Остались его дневники. Это 50-летие нашей духовной жизни. Это поиски русской интеллигенции. С 1926 по 1977 год он почти ежедневно вел свои дневники. И необходимо полистать страницы этих дневников, чтобы понять и время, и человека. «Луч века» упал на каждую страницу этой книги. Шарль Сентбёв. О кровью сердца написал бы я историю моей внутренней жизни. Проклято время, где существует выдуманная официальная необходимость моральной деятельности, без действительной в ней нужды, где общество возлагает на вас обязанности, которые само презирает. Вот уже два часа ночи, а я всё думаю о том же. Засну. Завтра выйду из этого душевного хаоса, буду опять стараться обманывать себя и других, чтобы не умереть от физического духовного голода, пока действительно не умру и не унесу с собой в могилу горького сознания бесплотно растраченных сил. Мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон докучный, от часов лишь однозвучный раздаётся близ меня. Парки бабьи лепетания, спящей ночи, трепетания жизни, мыши беготня. Что тревожишь меня? Что ты значишь, скучный шёпот укоризна или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовёшь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу. Чудная эта земля Россия Полтораста лет прикидывались мы стремящимся к образованию. Оказывается, что это было притворство и фальшь. Мы улепётываем назад быстрее, чем когда-нибудь шли вперёд. Дивная, чудная земля. В средние века жгли за идеи и мнения, но, по крайней мере, каждый знал, что можно, что нельзя. Я, наша бессмыслица, какой мир не видал. Вот вам и русская образованность. Судьба наших университетов должна бы обратить на себя внимание наших мыслящих людей и общества, если бы они способны были заниматься такими безделицами. Университеты наши очевидно клонятся к упадку. Юношество в них неморализовано, профессора лишены всякого значения. Многие кафедры пусты, другие скоро будут пусты, и некому их заместить. Потому что молодые, даровитые люди службе университета предпочитают другие карьеры. Одним словом, полное оскудение. Право. Никогда ещё кажется, университеты наши не были в таком критическом положении, как теперь. «Всё мысль, да мысль, художник бедное слово, о жрец её, тебе спасенья нет. «Всё тут, да тут и человек, и свет, и жизнь, и смерть, и правда без покрова. Орган, резец, кисть, счастлив, кто влеком к ним чувственным, за грань их не ступая. Есть к мель ему на празднике мирском, но пред тобой, как пред ногим мечом, мысль, острый луч, блетнеет жизнь земная». Опять гонение на философию. Предположено, преподавание её в университетах ограничить логику и психологию, поручив и то, и другое духовным лицам. Говорят, Блудов настаивал, что в программу, ну хотя бы была включена история философии, министр не соглашается. У меня был Фишер, теперешний профессор философии, и передавал свой разговор с министром, последним главным образом опирался на то, что польза философии не доказана, а вред от неё возможен. Господствующий порог людей нашего времени казаться, а не быть. Всё и во всём ложь. Ложь в образовании наружном, поверхностном, без глубины, без силы, без истины. Ложь, ложь и ложь. Бесконечная цепь лжей. И всего удивительнее в этом порядке вещей то, что он есть ложь, и в то же время порядок. Толкуйте тут о необходимости истины, когда без неё так хорошо, и с такой пользой для себя можно обходиться. Не ложь ли это столь привычную нашему холопскому духу? Нас бичуют, как во времена Берона. Нас трактуют, как бессмысленных скотов. И лишь наш народ в самом деле никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть и лица. Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался этой гнусной способности рабов? Ужас, ужас, ужас. Теперь, когда открывается, как ужасны были для России прошедшие годы, администрация в хаосе, нравственное чувство подавлено, умственное развитие остановлено, злоупотребление и воровство выросли до чудовищных размеров. Всё это плод презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу. Честный человек не должен слагать оружие и предаваться бездействию, доколе есть хоть тень возможности действовать. Настоящий, глубокий смысл движения нашей интеллигенции в настоящее время есть без сомнения вопиющая необходимость ограничения правительственного произвола и утверждения законности как в умах, так и на деле. Без этого, конечно, все реформы, самые благодетельные, будут строиться на песке. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне. Свободна ли печать морочит толухов? Или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет благодетельных? Все это, видите ли? Слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права. Иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, Зависеть от народа, Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, Себе лишь самому Служить и угождать. Для власти, для ливреев, Не гнуть ни совести, Ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, Девясь в божественном природы красотам И пред созданиями искусств и вдохновенья, Трепеща радостно, В восторгах умиленья, Вот счастье, вот права. Конечно, эта эпоха пройдет, Как и все проходит на земле. Но она может затянуться надолго, На 50, на 60 лет. Тем временем успеешь умереть В этой глухой, каменистой Аравии. Ведь это грубое, глубокое варварство Не уважать искусство, литературы. Истинная наука всегда была в союзе с искусством. И нередко великие двигатели Ее искали в нем опоры для своей деятельности. Главный признак просвещенного народа Это то, что он ставит на одну линию Науку и искусство. Это два крыла, на которых человечество Взлетает на высоту усовершенствований И там парит. Ах, не с нами обитает гений чистой красоты Василий Андреевич Жуковский Я помню чудное мгновенье Передо мной явилась ты Как мимолетное виденье Как гений чистой красоты В томлении грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты Шли годы Бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты И я забыл твой голос нежный Твои небесные черты В глуши, во мраке заточенье Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья Без слез, без жизни, без любви Душа настала пробужденье И вот опять явилась ты Как мимолетное виденье Как гений чистой красоты И сердце бьется в упоенье И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье И жизнь, и слезы, и любовь Это стихотворение Пушкин подарил 15 июля 1825 года в Михайловском А не Петровне Керен, с которой он встретился И которую полюбил Она стала его чудным мгновением И только, только почти через два года В альмонахе «Северные цветы» На 1827 год, который издавал друг Пушкина Дельвик, это стихотворение было опубликовано И оно навсегда уже стало фактом Русской словесной культуры Как же вот это стихотворение связано с нашим героем? Да напрямую Или, как говорил Пушкин Бывают странные сближения В конце 1926 года молодой, бесприютный, безденежный Студент Петербургского университета Александр Никитенко по протекции своих покровителей Поселился в доме генеральши Серафимы Ивановны Штерич Которая жила на Фонтанке, за Обуховым мостом И он был учителем русского языка, литературы Ее сына Евгения И вот 23 мая 1827 года в этом доме Отмечали именины Серафимы Ивановны И когда вошел в гостиную Александр Никитенко, он был потрясен Перед ним стояла молодая женщина, которая вызывала у него такие чувства Ему казалось, что это воплощение почти небесной красоты Это была молодая генеральша Анна Петровна Керна Она была несчастна в браке, у нее уже было двое детей Она, по иронии судьбы, проживала в этом же доме Они оказались рядом за столом Томные речи молодой генеральши, ее томные взгляды пронзили Никитенко Никитенко понял, что это женщина его мечты Как он запишет в дневнике Вечером 23 мая Я ушел в опьянении Отуманенной мечтами Об Анне Петровне 24 мая на следующий день Все было по-другому Никитенко пришел в комнату к Анне Петровне По ее приглашению Он ее был ледяной Она почти не смотрела на него Все ее мысли, все ее слова Были обращены к тому, с кем она встретилась Накануне К Пушкину И она могла говорить только о Пушкине Никитенко ушел Растерянный, не понимая, что произошло Сказал, все, больше никогда я туда не пойду Сердце мое будет на привязи Но Анна Петровна позвала его опять к себе И он пришел Она была любезна И она говорила с ним обо всем О своих чувствах Говорила о его произведениях Которые он напишет еще Просила, чтобы он дал ей наброски Своих сочинений И сказала, чтобы он почитал ее воспоминания Ему казалось Что еще быть может Любовь Но все менялось ни по дням, ни по часам Никитенко заболел Весь июль он был больной А в это время Анна Петровна читала его Наброски, вероятно, романа «Леон или идеализм» А она читала ее воспоминания Она просила, чтобы он ее сопровождал в Павловск Но эта поездка не стоялась Потому что опять пришел к ней Пушкин Никитенко впервые близко увидел Пушкина Он показался, в общем, не очень взрачным Внешне человеком Но глаза, божественные глаза, в которых плал жар поэзии Они пронзили Никитенко Никитенко не мог быть объективным И в то же время он не мог признать, что перед ним Создание Связанное с гением уже чистой поэзии Отношения с Анной Петровной так и не сложились 15 сентября 1827 года они встретились Последний раз Чтобы отменяться несколькими словами И расстаться навсегда Они еще будут жить по 50 лет Но никогда Ни одним словом Никитенко в своем дневнике Не упомянет об Анне Петровне Керни И никогда ни одним словом Своих письмах, своих воспоминаниях О нас не скажет ничего О Никитенко Если жизнь тебя обманет Не печалься, не сердись В день уныне смирись В день веселья верь настанет Сердце в будущем живет Настоящее уныло Все мгновенно, все пройдет Что пройдет, то будет мило Стихотворение «Я помню чудное мгновение» Появилось в конце марта 1827 года В мае Никитенко встречает С Анной Петровной Керн Ну трудно сказать Читал ли он эту ситуацию Скорее всего читал То есть еще труднее сказать Знал ли он, что оно обращено Канне Петровне Керн Ведь оно обозначено астерисками Поэтому не будем тут гадать Главное, что он встретился Через несколько дней 8 июня 1827 года Первый раз с Пушкиным Я оставил такую запись В своем дневнике Это человек небольшого роста На первый взгляд Не представляющий себя Ничего особенного Если смотреть на его лицо Начиная с подбородка То тщетно будешь искать В нем до самых глаз Выражение поэтического дара Но глаза непременно остановят вас В них вы увидите лучи того огня Которым согреты его стихи Прекрасные, как букет Свежих весенних роз Звучные, полные силы и чувства Об обращению к разговору Не могу сказать ничего Потому что я скоро ушел Это была первая встреча И очевидно, кем бы не был Пушкин В этом соревновании С Анной Петровной Керн Пушкин для него был Гением чистой полысти Позднее они встречались Ну, во всяком случае Как зафиксировано Где-то девять раз У Плетнева, у Греча На заседаниях Энциклопедического лексикона Плюшара Отношения их не были идиллическими Ведь Александр Васильевич Был цензором Пушкина Он цензуровал его стихотворения И его поэмы, и повести И все было нормально До 1934 года Когда он должен был Процензуровать сказку О золотом петушке И поэму Анжела Из поэмы Анжела Было изъято восемь стихов И вина Вины тут никакой Собственно, не было Никитенко Это было поведомо Министр просвещения Сергея Семеновича Уварова Врага Пушкина А из сказки Золотой петушок Любопытные были изъятия Царство лежа на боку И сказка ложь Да в ней намек Добрый молодцам урок Это сказка о царя и молодцах Понятно какие Поэтому Пушкин был взбешен И даже в вешенстве В темпераменте своем Он назвал Никитенко Осленков Но самое главное Это, наверное, отражение Похорон Пушкина Никитенко в своем дневнике Наверное, нашел Самое важное Определяющее слово Народный Вот что он написал В университете получено Строгое предписание Что профессора Не отлучались от своих кафедр И студенты Присутствовали бы на лекциях Я не удержался Выразил по копичителю Своё прискорбие По этому поводу Русские не могут Оплакивать своего согражданина Сделавшую им честь Своим существованием Иностранцы приходили Поклониться поэту в гробу А профессорам университета И русскому юношу Это воспрещено Они тайком, как воры Должны были прокрадываться к нему Церемония прощания Кончилась в половине первого Впереди у Никитенко была лекция И он должен был на неё идти И по дороге он подумал о том Что он будет говорить о том Что ему сегодня близко и дорого Будет читать лекцию о Пушкине Будь что будет, сказал он И в этом весь Александр Васильевич Никитенко И навсегда в памяти Никитенко Осталась Пушкинская элегия Безумных лет Угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье Но как вино печаль минувших дней В моей душе Чем старе, тем сильней Мой путь уныл Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море Но не хочу, о, други, умирать Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать И ведаю Мне будут наслажденья Меж горести и забот и треволненья Порой опять гармонии упьюсь Над вымыслом слезами обольюсь И, может быть, на мой закат печальный Влеснёт любовь Улыбкою прощальники КОНЕЦ КОНЕЦ